добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу недельную главу карах и события накаляются мы знаем что карах дата наверам семьями полетели под землю земля открыла свой рот все то летят крик до сих пор который подстает нас небесах и везде стоит от крика не раскаивается о своих грехах но уже поздно три сына караха асира и каная висав они остаются потому что раскаялись от всей души они кричали что наш отец не прав в общем и всевышний простил сделан какой-то островок и они остались жить что касается людей которые принесли смесь благовоний совками вместе с агроном коином 250 человек тут же сгорела также как сгорели на давая вигу а гарон стоит своим совком совершенно невредимый всевышний показал народу те страшные события происходят мы на следующий день пришли маше гарону и говорим вы умертвили народ бога то есть нам этого мало на мало всех событий что с нами случилось за последние стоянки начиная от этого рефидима где мы говорили если бог среди нас или нет когда воды не было то что мы натворили у горы сина и с этим тельцом с этим сердцей оргией страшно что мы устроили после этих событий мы устроили тавиру когда возгорелся огонь бога изжег края стана нам было мало мыл с ролики в рот готову когда мне требовали так мясо что всевышний вынужден был нас просто оставить на место в этой стоянке похоронили приходливый народ могилы приходей мало нам было хасыроте мирьям с агроном поговорили были наказаны тоже нам мало этого мы пошли в разведку и опять своим языком мы натворили непонятно что мы натворили мало несколько стоянок пошло без происшествий нам известных вот ремонт перец и ливна и риса и тут к гелате мы уже в восстание караха вот это восстание и вот уже все всевышний уже показал чудеса уже земля открыла рот уже сжигает виновных все казалось бы просто невероятно мы приходим в следующий день и говорит маша я бы умертвили народ бога нам мало и до такой степени мы уже требовали что уже опять облако покрыла шатер и опять начинается событие начался мор маши опять я верит агрону возьми огонь жертвенника положено смесь благовоний то чтобы уже было неоднократно и останови мор начался реальный мор и агрон бросился в среду народа пошел и ангел смерти стал написано и стал кто это стал впечатление что агрон стал между живыми и мертвыми наши мудрецы говорят это ангел смерти стал он говорит агрону я посланник всевышнего мне всевышний поручил поставить на место народ а урон говорит мне это сказал зле от маши а он ничего не делает без того чтобы всевышний ему приказал пойдем к шатру откровения кончилось с тем что всевышний остановил ангела смерти и было умерших от мора 14 700 это кроме умерших из-за караха мы не можем эту сумму посчитать но можно прибавить 250 человек которые принесли совки вот уже и сколько семьи пишется большие были в пустыне даже если было в семье караха без асира алькане и висафа какие-то люди и семья датана и семья авирама вот эти все семьи ну даже 50 около 15 тысяч я думаю погибло хотя мы точно не знаем может у них больше были семьи ну наверно как минимум 15 тысяч человек нас не стало и все за наш язык за то что мы что требуем с невероятное и это мы все богатые мы все сытые у нас пустыне все хорошо у нас хлеб идет с неба падает у нас вода за нами колодец мирям ходит у нас все хорошо мы не нуждаемся ни в одежде ни в чем погода идеальная как кондиционер пустыне все идеально мало нам даже и этого надо опять что-то нам доказывать хорошо маши говорит надо сделать посохи 12 посохов взять 12 палок взять их вырезать с одного бревна чтобы никто не мог подумать что у кого-то посох лучший или из чего-то он сделал другого или он лежит ближе к ковчегу или что угодно взяли равных 12 палок на каждой палке написали имя родоначальника колено на посохе реви написали агарон то есть надо было показать что все-таки агарона избрал всевышний нам этого мало мы считаем что маши сам назначил теперь давай это доказать взяли эти 12 палок положили их в шатре откровения наутро пришли каждый берет свой посох и тут невероятное чудо посох агарона пустил почки смотрим почки смотрим тут же листочки тут же цветочки и тут же миндаль готовый все сразу и вместе обычно сначала растут почки потом листочки потому что тут все готовое невероятный посох и все успокоились такого увидеть никто не может это просто что-то невероятное и маши сказал агаронов верни посох союза на хранение знамение сонам строптивым и прекратится и пропад на меня и не умрут пишет наша устная традиция что жезл агарона никогда не засыхал и цветы на нем никогда не увядали поместили его рядом с ковчегом и еврейские цари обязаны были хранить его испокон веков при разрушении первого храма это перед разрушением царь ешиягу спрятал вместе с священными сосудами храма придет машеях и возможно нам он покажет все эти предметы храма она сегодня наш урок заканчивается всем все самого наилучшего делитесь этим видео со своими друзьями и до новых встреч надеюсь завтра встретимся в это же время шалом